Кто это? Масленица. И когда придет? Стой, кто идет? Это я, Масленица. Да ну, пришел. Пришел. Твое? Мое. А ну, забирай. Сегодня понедельник, первый день праздничной недели, который называется встреча Масленицы. Во многих семьях начали печь блины. Причем, по давней традиции, первый блин принято отдавать нуждающимся людям. Наши предки в понедельник делали чучело масленицы, одевали в его лохмотье и выставляли на главной улице деревни, где оно стояло на всеобщем обозрении до воскресенья. Вторник прозвали «Заигрыш». В этот день устраивали народные гуляния и разные забавы, катались на санях, ледяных горках и на каруселях. Среда называлась «Лакомка». Теща почует блинами зятя, а также в этот день проводились конные бега и устраивались кулачные бои. В четверга начинается «Широкая масленица», которая сопровождается веселыми забавами, песнями и хороводами. Поэтому в народе этот день прозвали «Разгуляй». В пятницу это теща новичерки. Теперь уже очередь зятя приглашать тещу в свой дом и угощать вкусными блинами. В субботу – заловкины посиделки. Невестки приглашали в гости сестер мужа, угощали блинами и дарили подарки. Воскресенье – апофеоз праздника. Прощание с зимой и с масленицей. Символичное сжигание ее чучела. В этот день принято просить у родных и близких прощения за обиды. Поэтому он и называется «Прощенное воскресенье». Как собираются провести масленичную неделю у жителей нашего города, мы спросили у самих азовчан. Сегодня первый день масленичной недели, понедельник. Вы соблюдаете традиции этого праздника? Ну да, собираемся блины печь. Сегодня? Ну, может быть сегодня, может быть завтра. Мы со смесаной идем. Поздравляем всех с этим замечательным праздником. Очень ждем весны. Наконец-то хорошей погоды, тепла. Поэтому всем главное – счастья, здоровья, удачи. Мы любим покушать блинчики и собраться с друзьями. А как насчет гостей? Ну, собраться с друзьями, в гости сходить. А у тебя? Ну, наш дом всегда открыт. Приходите в гости к нам. В твоей семье соблюдается традиция этого праздника? Если да, то как? Конечно. Ну, стряпаем блинчики, ходим в гости, угощаем. Очень весело. Мы как бы с семьей все с хорошим настроением отмечаем этот праздник каждый год. Мама и вся моя семья печет разные, ну, блины и пироги. Ну, мы ходим в гости иногда. Вот я живу не здесь, а в селе. И там мы празднуем, то есть там собирается почти все село. И дети, и взрослые, и мы празднуем Масленичка. Ввиду того, что я работаю воспитателем в детском саду, у нас сегодня обширная Масленичная программа с утра была. Для ребят рассказали про все семь дней. Как дети относятся к этому? Дети очень любят народные праздники. Им очень нравятся и народные костюмы красивые, и платки, и сказки. Мы стараемся, чтобы дети гордились культурой своего народа. Поздравляю вас с Масленицей. Желаю вам встретиться с вашими родственниками, друзьями и хорошо провести время. Екатерина Четверикова, Татьяна Ивашенко, Юрий Друзякин. Азов.Инфо.